Давайте начинать нашу сегодняшнюю встречу. Наша встреча посвящена церковному пению, поэтому давайте начнем ее именно с молитвы, с пения и споем Царю Небесный. И вся исполняй рай, сокровище море, и жизни подателю прийти селися ты, и очистит ее сад и от сверли, и спаси, Боже, души наша. Дорогие, да, ну, как вы все знаете, наша сегодняшняя встреча посвящена презентации вот этой замечательной книги. Это ноты, изданные издательством «Практика» при участии Храма Всемилостного Госпаса в Митина. Меня зовут священник Григорий Геронимус, я являюсь настоятелем Храма Всемилостного Госпаса в Митина, и вот меня попросили несколько слов сказать в начале нашей встречи. У нас храм очень молодой, вот, может быть, поэтому мы такое древнее церковное пение и внедрили в нашу практику. Храм совсем недавно построен, совсем недавно образовался хор в нашем храме, хотя, как вот, людям, которые так тесно входят в жизнь храма, кажется, что прошло, на самом деле, очень много времени и целая большая история уже из-то храма, но храм существует всего шесть лет. И вот, наверное, в 2011 году мы начали строиться, в начале 2012 года у нас появился такой временный небольшой храмик, как мы там стали совершать первые богослужения, и вот где-то, наверное, в конце 2012, да, в начале 2013 года в наш храм пришел такой замечательный певчий, Всеволод Тимофеев. Оказалось, что это очень яркий человек, прекрасный музыкант, джазмен, и человек с блестящим, с таким замечательным именно музыкальным вкусом и вкусом именно к церковному пению, причем к древнему церковному пению. Вот сейчас Всеволод Тимофеев является старшим регентом в нашем храме, и те песнопения, которые им найдены, им гармонизированы, они и вошли вот в состав этой книги, которую мы сегодня представляем. Это не просто теория, а это то, что регулярно действительно звучит на богослужениях в нашем храме. И это замечательно, потому что это не просто вот какая-то такая экзотика, не просто способ как-то разнообразить репертуар нашего церковного пения, а это прикосновение к молитвенному опыту, да, к такому духовному даже опыту тех поколений христиан, наших предшественников в вере, которые когда-то составляли эти песнопения. Я думаю, что это очень важно, потому что церковь, как мы все знаем, живет преданием, церковь является таким единым организмом, и приникать к тому, как верили, как жили, как молились, как представляли себе красоту и духовную красоту поколения христиан, жившие до нас, я думаю, что это нам очень полезно и очень важно для того, чтобы глубже понимать, что такое христианство, для того, чтобы глубже понимать, правильнее понимать, точнее понимать вот именно вот эту систему преемственности в церкви. Песнопения, вы их сегодня услышите, не только сможете подержать в руках эту книгу или приобрести, но и услышите эти песнопения, они действительно удивительно красивые, и церковная музыка – это такая очень важная часть православного богослужения, да, богослужение – это не просто какая-то информация, это не лекция, это не то, что, вот некоторые люди говорят, тут надо перевести богослужение на русский язык, чтобы всем все было понятно, это не просто вот книжечка с текстом, да, а это целая такая выработанная веками в церкви, как мы верим при содействии Духа Святого, символическая система, и цель богослужения – не просто нам напомнить о чем-то, о каких-то событиях, не просто вот какую-то информацию до нас донести, а переместить нас в какую-то определенную реальность. Вот празднуем мы праздник Святой Троицы, да, и задача богослужения состоит не в том, чтобы напомнить нам о том, что произошло в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, а задача богослужения состоит в том, чтобы сделать нас свидетелями этого события, чтобы мы могли прикоснуться к тому, что тогда произошло в Силонской горнице в день Пятидесятницы. И вот эта задача, она достигается очень разными средствами, через очень глубокую, очень богатую, насыщенную символику богослужения, и богослужение обращено не только к уму, не только к чувствам, не только к душе, не только даже к духу человека, но ко всей человеческой личности, во всей ее полноте. Мы и духом, и душой, и телом участвуем в богослужении. И вот церковная музыка, церковное пение в православной традиции – это, конечно, важнейшая составляющая. И уверен, что вот эти песнопения, которые звучат в нашем храме, а сейчас уже звучат и в некоторых других храмах, и которые мы вот благодаря этой книге сможем как бы распространять, транслировать, это вот и есть такой инструмент для этой цели, и очень работающий и прекрасный инструмент. Мы можем прикасаться к тому, как чувствовали вот эти события, как чувствовали эти реальности, о которых говорит богослужение, те люди, которые когда-то эту музыку сложили, и вот этой музыкой питались как красотой, и как вот таким мостиком, который нас переносит в сами священные события, священные истории, которые мы воспоминаем, воспроизводим, точнее говоря, в нашем богослужении. Я очень благодарен Севе, который предпринял этот труд, очень благодарен всем коллегам, Севе нам, всем, кто Севе помогал, очень благодарен певчим нашего храма, потому что все они приняли участие в этой огромной и очень интересной, очень важной работе, и, конечно же, очень благодарен издательству «Практика» и тем людям, благодаря которым эта книжка появилась и вышла в свет. Надо сказать, что мы, хотя сегодня только презентуем эту книгу, и некоторые вообще впервые с ней сегодня знакомятся, но книга получила уже очень большое распространение. Я вот лично по богословению Истейшего Патриарха только приехал недавно из Рима, где был в составе делегации для знакомства с образовательной системой католической церкви. Вот мы встречались и с Папой Франциском, и с другими высокопоставленными представителями духовенства католической церкви, и с простыми семинаристами встречались. Вот еще мы посещали древние библиотеки таких старейших университетов католических и, собственно, Ватиканскую библиотеку. Это производит огромное впечатление на любителей книг, потому что на любителей учености, на любителей книг, потому что там вот приходишь в какую-нибудь семинарию, встречает ректор, рассказывает, наша семинария построена, образована в IX веке, в XI мы вот эту комнатку пристроили, в XII нанесли вот эту фреску, а вот наша библиотека, и показывают. И вот, соответственно, с XI-XII века, с которого эта семинария существует, они собирают свои книги. У них не прерывалась традиция, и у них там древнейшие рукописи, потом первые книгопечатные издания, потом и так далее, до самой современной научной богословской литературы. И эти библиотеки, конечно, производят колоссальное впечатление, их там много в Риме. И вот в самые такие важные библиотеки я имел честь передать издание этой книги, так что теперь книга распространена, вышла даже за пределы, собственно, русской православной традиции. Спасибо тем, кто трудился над книгой, спасибо нашим певчим, Севе, издателям. И думаю, что сейчас мы и расскажем еще об этой книге, и самое главное, продемонстрируем, как это, собственно, звучит, что это такое из себя представляется. Отец Григорий, спасибо за добрые слова. Отец Григорий меня настроил на уже рассказ, потому что он затронул две темы, о которых я сейчас буду говорить. Это тема Пятидесятницы и тема преемственности традиции. Я вот пока держу эту мысль в голове, я уже начну, хорошо? Так, мне помощник нужен. Вы, конечно, все знаете, что эта икона Троица Андрея Рублева, хотя многие исследователи спорят об этом, потому что никаких четких данных на этот счет нет, только косвенные, но все-таки большинство ученых склоняется к тому, что эту икону написал иконописец Андрей Рублев. Я, конечно, не богослов, и, в общем-то, даже удивляюсь, как вот люди находят слова для выражения своей внутренней жизни и еще слова для искусства. А искусство, оно отражает какие-то внутренние процессы, которые происходят у художника внутри, и еще об этом рассказать это, на самом деле, очень тяжело. Поэтому я прибегну к словам умных людей. Значит, у меня в руках книга иеромонаха Габриэля Бунге, который как раз в этой книге и разбирает все мнения, существующие по этой иконе. Итак, вот он пишет. Обратим внимание на мимику и жесты трех ангелов. Сын наклоняется к отцу и обращает к нему свой взгляд. Его правая рука как будто указывает на чашу и в то же время поверх нее на духа. Согласно интерпретации, вот справа от меня это ангел символизирует отца в середине сына, и слева от меня это ангел Святой Дух. И вот сын как бы поверх чаши показывает на дух. Это впечатление совпадает с изначальным намерением самого иконописта, поскольку, как было установлено в процессе реставрации иконы, правая рука сына первоначально была сжата и только указательный палец поверх чаши указывал на духа. То есть мы видим, что правая рука среднего ангела она сложена в так называемое благословение, двуперстное. А на самом деле изначально рука была сжата в кулак и был только вытянут указательный палец. Вы можете пойти в Третьяковскую галерею и посмотреть воочию эту икону, и вы увидите, что у мастеров иконописцев есть такой прием, называется цировка. от немецкого слова циррен это корябать или вот прочерчивать. И вы увидите, что именно в этом месте, когда иконописец наносит контур будущей иконы, некоторые это делали углем, прям по левкасу, по белому, а некоторые силуэт, прорезь иконы делали такой вот иголочкой, как бы процарапывали. И видно, что именно вот здесь вот процарапано так, что вытянут указательный палец. И уже первым копиистам 15 века, то есть те, кто копировали эту икону в 15 веке, такое странное положение пальца казалось столь непонятным, что заставляло их к указательному пальцу добавлять так же и средний. Даже сам оригинал был подправлен соответствующим образом. То есть мы сейчас можем увидеть, что процарапан один палец, а второй, который вытянут, он просто нарисован. Даже так, к сожалению, реставраторы, работающие в начале этого века, не исправили этой давней подправки, которая отнюдь незначительным образом изменяет смысл жеста, который из указующего становится благословляющим. То есть смысл иконы, которую вложил Андрей Рублев, заключается в том, что как раз в окружении Сергия Радонежского икона Святой Троицы, в которой как бы был изображен совет Бога, что он пошлет своего сына за искупление человеческого рода. Это вот так до Андрея Рублева трактовали икону Троицы. И здесь в окружении Сергия Радонежского икона эта получила новый смысл. И вот Андрей Рублев вот этим незначительным жестом, когда сын указывает на духа, он как раз вот это вот и Пятидесятницу и изобразил. То есть сейчас этот праздник Пятидесятницы, он связан у нас в русской церкви именно с иконой Троицы. Хотя у греков это вот схождение духа на апостолов. И вот я просто для чего это все прочитал? Для того, чтобы понять, насколько мы этого не замечаем. И если приложить какие-то усилия, например, я вам сейчас рассказал, вы увидите вот этот незначительный жест, который имеет большой смысл. и вообще в иконе нету ничего такого очень яркого, вот как бросающегося в глаза. Там все скрыто. И вот этот вот, этот скрытый смысл нам нужно вот людям двадцать первого века. Да и тогда это еще, в пятнадцатом веке, при жизни Андрея Рублева, было непонятно. То есть нужно проявить какое-то усилие, даже воле, чтобы расшифровать этот смысл. Для чего я рассказал про икону. А, Даниэль, спасибо. Есть такой художественный прием, когда, например, музыкант, играя какую-то музыку, он погружается в эпоху, в которой была написана музыка эта, и смотрит картины, архитектуру, чтобы более полно вжиться вот в этот образ и в это настроение. И то же самое существует в церковном искусстве, когда мы можем песнопение, например, объяснить как-то с точки зрения иконописца или, например, архитектора. Вот, и поэтому я рассказал сейчас про икону. И еще очень интересная такая вещь. Это книга о реставрации икон. К сожалению, в отличие, вот как сказал отец Григорий, от западной церкви католической, у нас преемственность традиции вообще нарушалась регулярно. У нас нету такой вот цельной традиции там с 11 века. Вернее, она есть, она вот в виде рукописи лежит в музеях, там где-то хранится, а чтобы вот ее простые люди знали, у нас такого нет, к сожалению. И приходится где-то ковыряться, что-то откапывать, там изучать. И это на самом деле очень малая информация по этому поводу. И вот я хотел бы рассказать о таком событии 1913 года, когда произошла в Москве выставка икон. Московская выставка 1913 года изобиловала первоклассными экспонатами, очень старыми иконами северных писем, великолепными новгородскими и московскими иконами 15-16 веков, миниатюрными шедеврами Строгановской школы 16-17 веков и произведениями царских мастеров 17 века. Публика, для которой до тех пор слово «икона» означало темный и даже не совсем ясный в своих очертаниях образ, находящийся непременно в храме или домашней молельной, изумленно взирало на подлинные произведения искусства. Они сияли всеми цветами радуги. Их рисунок поражал своей точностью и выразительностью. В композициях ощущалось как вековая традиция, так и индивидуальное мастерство. Это была настоящая сенсация. На самом деле это было сто лет назад, но сейчас мне кажется, ситуация не изменилась, и чтобы нам открыть для себя какие-то иконы и почувствовать именно, как сам иконописец выражает, сам художник выражает свои идеи в красках, нужно на это настроиться. то есть просто так это невозможно. И здесь еще очень интересный такой факт, что вот, например, мысленно представляя греко-восточное художественное наследие эпохи Средневековья, нельзя не прийти к выводу о неравноценности того или иного вида искусства в истории разных народов. Утраты памятников в данном случае не в счет, они уменьшили культурное наследие и собственно Византии, и Болгарии, и Сербии, и Румынии, и России. Уцелевший фонд произведения изобразительного искусства является таким образом своеобразной маркой, характерной для каждого отдельно взятой историко-географической области. Гений Византии наиболее ярко выразил себя в церковной архитектуре, драгоценной мозаике, в тончайших по технике золотых эмалях и книжной миниатюре. Македония и Сербия славятся, в свою очередь, поразительной по числу и сохранности коллекции фресковых ансамблей. Это многие десятки росписей, раскрывающих всю полноту восточной иконографии и мастерство известных и безымянных художников. Особняком стоят имеется свое отличительное свойство и в художественном наследии России. Создав немало выдающихся произведений архитектуры, настенной живописи и прикладного искусства, она наиболее полно выразила себя в иконописи и разновидности последней в лицевом шитье. И вот он пишет, что все вместе взятые греческие, сербские, болгарские и румынские иконы, рассеянные по национальным хранилищам и зарубежным собраниям, не могут быть сопоставлены с иконными коллекциями даже одного такого города, как Москва. Основные собрания которые простираются не менее чем на 20 тысяч произведений иконописи. Примерно такой же цифрой исчисляются иконные собрания Петербурга и других городов. То есть это чисто вот такое количество говорит о том, что именно русские люди они выразили себе в этом иконописании. не такого количества в других странах нет икон. И нам нужно современным людям научиться разбираться в этом. Переходим к пению. С точки зрения искусствоведов начиная с 11 века в России всегда пели одноголосно. По крайней мере в рукописях дошедших с 11 века всегда записан один голос. Это так называемый знаменный распев. Многие могут говорить, что такого не было или там всегда пели на 3 голоса или на 2 но факты которые говорят об этом они только появляются с 17 века. До 17 века никаких многоголосных рукописей нет. Это уже доказано учеными. Я не буду брать этот пласт одноголосного пения. Мы в конце споем одноголосное песнопение и я сразу перейду к 17 веку. С 21 обратно. И сразу к многоголосию. Для чего это все рассказываю? Чтобы понять что в этой книжке находится нужно поместить эти песнопения в окружение музыкальных образцов которые были до того момента и после. Но на самом деле это все конец 17 века и все события которые происходили тогда тогда была культурная революция такая они укладывались в десятилетие то есть 10 лет один стиль потом меняется на другой потом меняется на третий только после Петра первого уже это 18 век более менее вот эти вот смены стилей они не так быстро происходили вот поэтому все что мы сегодня споем для вас это конец 17 века вот такие разные песнопения и вот я сделал такой для себя вывод что на самом деле с 17 века у нас в России в общем-то ничего не изменилось мы можем услышать наших храмах и знамя распев и там и строчное пение и портес и все это происходит может происходить даже в рамках одной службы это на самом деле отражают даже рукописи 17 века в которых человек который их переписывал или записывал он на одной странице помещал знамены на другой строчное на третье портес и ученые медиевисты те кто занимается расшифровками рукописи они вот видят это и отыскивают например среди знаменных песнопений например портесные то есть это так вот сразу сделать невозможно потому что это все такая вот ну не каша но все перемешано итак древнее пение которое появилось у нас многоголосное называлось строчным что такое строчное от слова строка вот этот голос который был в середине сверху и снизу он являлся строкой так вот называлось отсюда название строчное до знаменного до этого строчного был знаменный распев в моноде а потом появился путевой распев это модификация вот этого знаменного распева специально созданные русскими распевщиками для того чтобы образовать из этого путевого распева многоголосие то есть придумать к нему верх и низ прям так и назывались партии строчного пения путь где был путевый распев сверху был верх и снизу низ так назывался и мы сейчас нашим хором продемонстрируем это пение храм прошу спас и можно услышать каждый вторник это оригинальное строчное песнопение я просто хотел бы чтобы вообще и наши певчи они отличали могли отличить строчное пение от портесного или от знаменого распева а а а а а а а а а первое песнопение это прокимин вторника который мы уже привыкли с отцом леонидом петь предтечи глаз седьмой сейчас будет все как на службе а а и и и и и и и и и ПЕСНЯ ПЕСНЯ И вот как пишет известная современная исследовательница этого строчного пения, Лада Кондрашкова, троестрочная партитура нераздельна и неслиянна. Нераздельность, единосущность, соединенность с естеством, происхождение из одного источника или, говоря словами символа веры, единородность трех голосов троестрочия проявляется в унисонном начале этих песнопений, что принципиально важно. И вот этот аккорд до фасоль символизирует крест, а до реми две секунды подряд символизируют троицу. И вообще все строчное пение пронизано богословскими образами, что нельзя сказать о современном портесном пении. То есть настолько это вот иконописное такое творчество только в звуке. Теперь наступил 17 век, вернее он уже наступил, мы сейчас с вами в 17 веке. Вот это вот в одном храме пели. Теперь переходим в другой храм в этом же 17 веке. И сейчас мы споем несколько песнопений из книжки, которые тоже были зафиксированы в рукописях. Сейчас прозвучивает песнопение «Свете тихий». Оно как раз содержится в этой книжке из рукописи 17 века. «Свете тихий, святые славы несметного Отца Небесного, Святого блаженного Иисуса Христа, Пришедшего за подсовство, Обидевший свет вечерний, Поем отца стыда и святого духа Бога. Достоин Есима вся времена, Перед бытием власть преподобный, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно песнопение «Единородные сыни». Тоже из книжки. Я хотел сказать, что вот тут началось уже мое творчество. То есть в рукописи это представлено в виде двухголосной партитуры, То есть нижний и средний голос. А чтобы в одном стиле эта книжка была, Я сделал третий голос, Просто добавил верхний. И ныне и пресно, И во веки веков победи, Единородный сын, И в слове Божий бессмертен сын, И измоливый спасение нашего Роди, Оплотитесь от святыя Бога Родицы, И признать Девы Мои, Непреложно от человечивыся. Распныся же, Христе, Боже, смертену смерть, О правые дедицы, Святые Тройцы, Спрославляем мы Отцу и Святому Духу. Спаси нас. Я сейчас хочу сказать, что эти песнопения сейчас мы исполняли мужским хором, но можно исполнить и однородным женским. Я приглашаю наших женщин. Сейчас прозвучит два песнопения. Первое – это «Светилен Пасхи, плотью уснув». И этого песнопения нет в этой книжке, но оно аналогичным образом обработано. А второе – песнопение «Елицы во Христа крестистиси», оно содержится в сборнике. Песнопение «Елицы во Христа крестиси» «Елицы во Христа крестиси» «Елицы во Христа крестиси» «Елицы во Христа крестиси» Субтитры подогнал Симон. 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 корова вот и вот эти вот люди их немного вот они очень талантливые были я наверное самое большое что они знали вот эти вот несколько сот может быть даже вот кто там говорит около тысячи попевок вот мы сейчас распеваем на с хором например там знаю 8 глазов там сколько на сколько у нас 8 тропарных напев 8 стихирных 8 армасных и вот 24 еще подобно да но 30 ну ладно если 50 кто больше знает а там больше сотни вот и для чего это делать это делать чтобы наиболее ярко и наиболее доходчиво выразить ту мысль которая была в стихирах заложен то есть это не просто сама цель какая-то было используя такое большое количество попевок вот а чтобы как раз выразить художественно мысль которая была заложена в словах стихир вы сейчас отец леонид расскажет интересные здравствуйте я хотел сказать несколько слов ну вот совершенно разные темы потому что хочется совсем по чуть-чуть сказать про разные во первых хочется поздравить там севу и нас всех вот с выходом этой книги вот и ну вот эти григорий уже говорил конечно о северных талантах можно много говорить но хочется до несколько вещей особенно отметить это то что все вас совмещает исполнителя старинной церковной музыки и роль джазового музыканта и это в этом есть общее это конечно вот стихи импровизации потому что обеим этим вот музыкальным таким обоим направлением да свойственно импровизация и вот об этом хочется сказать несколько слов о радости о творчестве о ликовании вот которые выражают который выражается церковной музыки потому что церковный хор по ну греческие этого хорос это однокоренное со словом хоровод по в славянских книгах этого хор подписывается как лик и это однокоренное со словом ликование и вот хочется сказать привести цитату из такого человека нашего друга который много раз выступал здесь богослова философа из харькова александра семёновича филоненко у которого как раз была статья о богословии общения о и о ликовании и он говорит там так что подлинная встреча обнаруживает себя через ликование само слово ликование собирая в русском языке вместе пучок неблизких значений может послужить ключевой антропологической метафорой богословия общения слово лик имеет два значения первое из них восходящий греческому хорос отсылали к собранию сонму хору и хороводу именно это значение работает в перехоресисе хороводе любви лиц святой троицы второе значение позднейший отсылает к подлинному лицу например у отца павла флоренского в иконостасе читаем лик есть осуществленное в лице подобие божие преобразившие свое лицо в лик возвещают тайны мира невидимого без слов самим своим видом личность есть то что являет себя только в событии подлинной встречи когда я переживаю радость я ликую но другой человек в этой встрече смотря на меня ликующего становится свидетелем ликования как явление моего подлинного лица проступающего сквозь личину повседневности и вот это конечно очень важно церковном пении потому что эта часть встречи эта часть евхаристического общения и это подлинная встреча вот она себя являет через это ликование и наш вечер он посвящен памяти нашего погибшего друга георгия великанова очень разностороннего человека но вот одна из очень важных сторон того что он делал и кем он просто был ноты и является это что он с первого дня как пришел с храма всемилоспаса в митино пел в хоре и конечно боже как-то очень изнутри понимал самую разную музыку как-то включался в эту стихию но вот об этом лучше наверно музыканты скажут чем я и самая разная музыка вот как-то вот проживалась им изнутри и он мог внутри этого спокойно как рыба в воде плавать и импровизировать вот не становится одна служба на которой она вся просто была построена на импровизации это вот было в день с моих именин как как такой подарок мне вот гоши и катя коновалова вдвоем пели эту полностью импровизационную службу и это очень характерно для и как-то для вообще для гоши и вот это переживание хора как чего-то что вот сродни хороводу и танцу мне вспоминается тоже как гоша задавал вопрос многим маститам священникам и епископам которые приходили все это тихоновский институт и и рассказывали о том как надо быть священником он задавал вопрос оба можно ли священнику танцевать и вот получил значит задавал этот вопрос и от них пытался получить разные ответы и я помню как мы с ним с огромным удовольствием он мне показывал видео записи африканских церквей как они танцуют и как они подражают давиду который танцевал перед ковчегом завета а это еще святоотеческая идея еще григорий богослов говорил что если вы хотите танцевать на церковных собраниях то этот танец должен подражать танцу давида перед ковчегом завета и вот импровизация это было то что очень такое жизнь внутри традиции и в то же время очень свободное обращение с этой традиции с одной стороны чрезвычайно уважительное вот мне становится также другое я многим уже здесь присутствующим это рассказывал что нам георгий напечатал книгу старинных замвонных молитв и мы читали их многократно на службе но там некоторые слова были выделены курсивом и уже где-то через год или два после того как мы читали эту книгу я спросил у гоши а что вот означает этот вот курсив он сказал да этом книга это называлось древние замвонные молитвы вот он сказал да это я сам вставил эти слова вот это очень как-то характерно им вот хочется также несколько цитат о ликовании потому что что такое ликование это что такое вообще церковное богослужение уже покойный священник отец ефрем лэш которого я знал в англии профессор англичанин аристократ и в тоже афонский монах он говорил что когда его спрашивали ну как же вот говорят что молиться надо затворившись в своей комнате а вы собираетесь в храмах он говорил но то что мы делаем в храме это мы совершенно не молимся это не молитва это мы как просто мы издаем такой веселый радостный шум перед лицом господа и этим мы себе собираем такой багаж как верблюд в своем горбу хранит запасы для того чтобы потом уйти в пустыню также и мы вот набираем эти образы которые мы потом будем использовать своей уже личной молитве затворившись где-то где нас никто не видит вот я хочу закончить вот на тему вот этой радости и ликования что конечно одно из самых потрясающих мест в библии это то место из книги притчи где премудрость ликует и радуется перед лицом божиим вот это место из восьмой главы книги притчи что господь имел меня началом пути со его прежде созданий своих от века я помазана дальше тогда я была при нем художницу и была радостью всякий день веселясь перед лицом его во все время веселясь на земном кругу его и радость моя была с сынами человеческими вот этот хоровод это радость это творчество потому что я была художницей также еще две наверное цитаты я хочу прочитать это о том что мы богу приносим не просто старые какие-то произведения древних песнописцев это псалом 97 воспойте господи в песню новую вот это очень важно чтобы богу приносим новую песни там многократно в этом слове говорится слова ликования лику и пред господом вся земля ликуете пусть рукоплещут реки пусть ликуют горы перед господом и вот это вот идет еще из псалмов но дальше вот эта игра а что такое игра это вот есть такая книга католического богослова хуга раннера об игре и о хоре и последняя глава там называется небесный танец игра потому что игра это то что нет с одной стороны не обязательно с другой стороны к чему играющие относятся серьезно и это очень близко очень похоже на то что мы делаем в церкви мы и радуемся говорим и серьезные и несерьезные поем и серьезно и несерьезно и таким вот образом ликуем перед богом и закончить мне хочется вот такой цитатой из книги песни песней о танце о пении о цитаты из песни песни что голос возлюбленного моего вот он идет скачет по горам прыгает по холмам друг мой похож на серну или на молодого оленя и вот одна из таких ранне христианских цитат с толкованием на это место ипполита римского это очень известная такая цитата которая хочется хочу заключить вот это это размышление о радости и о ликовании о великие тайны что означают эти прыжки возлюбленного логос слова прыгнул с небес в лона девы он прыгнул из материнского лона на крестное древо с древа в ад он прыгнул из ада вновь в человеческую плоть на землю о новое воскресенье и он прыгнул с земли в небо где сидит одесную отца и вновь прыгнет на землю со славою и вот хочется закончить вот этой цитатой и вспомнить и так весь вечер у нас посвящен памяти георгия который тоже вот так прыгнул земли на в небо спасибо хотим продолжить тему ликования из из песнопения из книжки слава а 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 и а И сейчас произвучит песнопение Святой Божией. 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 Очень сложно, и никто еще пока… То есть есть, конечно, свод и каталог, но двух одинаковых песнопений найти невозможно. И это может быть с точки зрения творческой и хорошо, потому что, проникнув, изучив законы этого жанра, ты можешь сам как-то дополнить недостающие либо голоса, либо сделать обработку, например, знаменого распива. Что было после этого стиля, сейчас мы вам покажем. Звучит 103-й псалом. 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 Звучит 104-й псалом. Я вот хочу... Например, храмы строились каменные по подобию рубленных, вот, например, цирков в Кижах, всем известная. То есть архитектура вмещала в себе элементы деревянного зодчества. А второе направление – это, наоборот, тяга к европейскому. И вот, например, мы сейчас спели песнопение, которое соответствует вот такому архитектурному стилю, как нарышкинская барокко. Спасибо. Только в Москве, потому что здесь работал архитектор Яков Бухфостов, нигде не учившийся, просто какой-то самородок, который мог воплотить в себе элементы древнерусского и западного искусства в виде вот таких вот замечательных храмов. Второе песнопение, которое мы сейчас исполним, это «Трицвятое». То, что мы сейчас поем, это не обработки, а оригинальное песнопение, тоже взятый, но не мной, а другими учеными-медиевистами из других рукописей, но этого стиля. Олег Боже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дмитрий Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 что еще я могу сказать что в общем эта книжка как делалось как говорится для души то есть я никуда не спешил я сидел в гиме работал с этой рукописью номер 182 где она наиболее полно представлена всеми песнопениями тех песнопений которые не было я брал из других рукописей или из печатных изданий которые выходили вот у нас дел обработкой в этом же стиле чтобы служба была более цельные стилистически вот а для чего мы вот это вот сейчас все это пели для того чтобы показать разнообразие древней традиции но на самом деле древняя традиция вот это вот слово древняя но может даже как-то отпугивать а это древние что-то там забытое но нужно брать мне кажется какие-то принципы которые но вечные вот в искусстве и переносить их на в 21 век вот например данном случае не просто делать какие-то гармонизации просто потому что нравится но хотя элемент того что тебе должно нравиться он должен присутствовать но операции на какую-то традицию то есть вообще церковное искусство она традиционно то есть нужно это изучать и применять какие-то вот например современные средства выражения и заключение нашего концерта прозвучит песнопение который как раз перенесено из древности в 21 век это за достойник пятидесятницы я хочу еще сказать два слова об этом песнопение дело в том что здесь используется старый текст то есть старый текст это значит до никоновской справа вот если мы будем исполнять за достойник по новой редакции звучит это так радуйся царица матера девственная слава это как-то не очень звучит а дальше всякобы удобно вращательное благоглаголевого уста даже не помню как это пятиствовать и не могут тебе петь и достойно и это вот это самая кульминация вот этого непонимания то есть человек не может понять что значит удобопрощательное благоглаголевого уста а если взять старый текст там гораздо проще это все написано но его можно брать потому что в 1971 году на поместном соборе вот эти вот так называемые проклятия на старый обряд и старый текст были сняты и поэтому я вот взял этот старый текст и там все гораздо понятнее не буду сейчас говорить может быть вы поймете в нашем пении какие там произошли изменения и в конце прозвучит как раз вот современное творчество а а а а а а а а О листушествие утешит тебя, Стрящим удивишься, Какой виде огненный язык Явился, Дух Святый. Радуйся, Царице, Матерь, Крепы, Девок, слава всякого доброгласна, Благо, благо и по устам утрящаяся, Не могут тебе воспетить достойно, Недоумеет же разум всяк твоего Рождества разуметь, Тих же тях согласна, Славим! Настя хочет сказать... В храме Всемиумства Спас есть еще один очень важный человек, Который тоже живет стихией музыки, Анастасия Бельчакова. Всем еще раз здравствуйте! Я очень рада, что мне удалось попасть, Может быть, на уже завершение сегодняшней презентации, Но все-таки я попала, Потому что я имею счастье тоже быть частью этого хора. И этот хор совершенно удивительный. Я, наверное, надеюсь, не повторюсь, Сказав о том, что этот хор – это место, В котором люди не только поют по нотам, Это место, где люди не боятся быть собой, Быть собой через пение. И это хор, в котором собрались люди, Которые очень ценят импровизацию, Очень ценят возможность находить собственную музыку, Чтобы именно своим голосом прославлять Господа. И здесь фотография Гоши, И я как раз хотела сказать про Гошу, Что Гоша как раз вот из таких людей, Который делал это, наверное, самым явным образом, И всегда приглашал нас к этому творчеству перед Богом. И мне кажется, что во многом то, То, что этот сборник состоялся, Мне кажется, Гошина роль здесь очень большая, Именно в том его творчестве удивительном, Которое он так щедро дарил всем, И которому всех призывал, И которым всех вдохновлял. Вот. И еще я хотела сказать два слова, Как музыкальный терапевт, Про эту удивительную музыку, Которая совершенно не квадратная, В которой ты просто попадаешь, Как какой-то поток, И можешь в нем находиться, И он тебя несет куда-то, И это совершенно целительно, Еще и потому, Что здесь нет такого четкого ритма, Такого прям понятного ясного такта, Здесь такой респираторный ритм присутствует, Который позволяет тебе просто дышать в Боге. И это совершенно удивительно. Спасибо, Сева. Спасибо, Настя. А я хочу представить наш хор, Я прошу его выйти, Потому что они на самом деле Отложили все свои дела, Чтобы прийти сюда, Совершенно бесплатно, И совершенно по-дружески. Я хочу просто вас поблагодарить. Вот. Екатерина Коновалова, Татьяна Локтева, Илья Локасов, Анастасия Бельцюкова, Даниэль Мезинцев, Григорий Янков, Бекер Елена, Наша Гречка Оля, Сегодня просто не участвует. Екатерина Сатенко, Белоусова, С мужем Юрием Белоусовым, Ира Самодурова, Недавно к нам пришла, Дима Сметанин, Дима Ларионов. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить настоятеля, Отца Григория, Что он вообще позволил этим нам Творчеством заниматься. Вот. Потому что это очень, Это очень рискованно. Это я думал, Что меня сожгут на костре. Вот. И вообще, Спасибо вам за поддержку. Вот. Пусть это немножко, Но хотя бы вот раз в неделю, Как вот мы мужским хором поем, Это, наверное, И так и должно быть. Мне очень приятно сегодня видеть Наталью Валерину Гурьеву, Это кандидат искусствоведный, Преподаватель кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории, Руководитель научно-творческого центра церковной музыки. Может быть, Пару слов о впечатлении. Может, правда, на костер. Здравствуйте. Да, это импровизация чистой воды. Меня позвали на эту презентацию. Я была очень рада сюда прийти, Потому что я сама занимаюсь рукописями Много-много лет, Как я так прикинула, уже лет 25, наверное. И я поняла, где мы с вами Первый раз увиделись, Как раз в отделе рукописи Синодального певческого собрания, Когда смотрели в историческом музее. Да, потому что и моя диссертация Кандидатская была посвящена Песнопениям из этого же собрания Других мастеров Стефана Беляева и Петра Анарицына. И они как раз знамениты тем, Что они впервые на восемь глазов Положили всю службу Божию протестно. В таком вот постоянном многоголосе Четырехголосном. И я знаю, какой это титанический труд По книгам партий, по рукописям Собирать песнопения в партитуру. Потому что, наверное, не все присутствующие знают Большинство до нас дошедших песнопений Вот семнадцатого, восемнадцатого столетий Хранятся как раз по книгам певческих партий. Потому что именно они чаще всего Переписывались и хранились. Потому что нужно было исполнять. Удобнее петь не по партитуре, А у каждого тенора свою книгу имеют. Дисконт свою, альты свою. И когда мы пытаемся сейчас Исследовать эти песнопения, Мы же не можем в четырех книгах Одновременно смотреть. Значит, мы должны сделать обратную работу Вернуться к тому, как писал композитор И сделать партитуру. И вот особенно то творчество, Которое, как я поняла, сегодня еще присутствовало Помимо того, чтобы просто в одну партитуру собрать Еще голоса и дописывались. А это огромная работа. И каждый раз, когда мы что-то дописываем от себя Мы под звездочкой, с комментариями Потому что всегда страшно За автора, тем более не нашего столетия Мы живем в другой звуковой культуре Да, дописать. Вот поэтому я поздравляю вас Просто с выходом этой работы Это огромный, это титанический труд Иногда можно сидеть Просто вот целый день С одиннадцати до пяти, пока музей открыт И ты сидишь и над одним местом Вот, например, у меня такое недавно было Я собирала двенадцать голосов в одну партитуру И не очень добросовестный писец, который это писал Неправильно посчитал количество пауз Просто нарисовал кирпичики Так неправильно их высчитав И у меня голоса то включаются, то выключаются В песнопении И я сижу, я понимаю, у меня не сходится партитура Все вот так вот в кость едет И приходится думать, да сочинять И иногда вот можно очень много времени, понимаете Провести за этим, а собрать один-два такта И поэтому вот такая объемная работа Тем более целиком службы, которые сейчас исполняются Я вас вот искренне с этим поздравляю И я очень рада, что вы нас пригласили Потому что Московская консерватория постоянно проводит И научные конференции, и фестивали И мы стараемся приглашать разные коллективы, которые Возрождают эту традицию И мы будем очень рады, если ваш хор тоже поучаствует в наших событиях Спасибо большое за теплые слова Ну, мы с вашего позволения и с вашего Спасибо большое, действительно Очень интересный сегодня получился вечер Такой вечер, презентация-концерт И мы получили не только много таких знаний искусствоведческих Но и послушали замечательную церковную музыку Вот мы в храме уже к некоторым песнопениям Настолько привыкли, что я отца Леонида сейчас спрашиваю А это разве вот то, что мы сейчас слышали Это разве во всех храмах исполняется от юности моей Нет, это все-таки из этой книжечки Это такая уникальная вещь Давайте еще раз вспомним Гошу Великанова, который действительно был Очень важным в нашем храме человеком И действительно прыгнул от земли на небо И споил ему вечную память Вечную память Вечная 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 память. Мы знаем, что хор в книгах церковных, церковно-славянских, называется словом «лик», а также мы говорим о разных ликах святых, то есть это разные хоры святых, то есть когда человек канонизируется, то он зачисляется в какой-то небесный хор. И я верю, что и Георгий сегодня поет в одном из этих хоров, а также и слышит то, что мы сегодня пели, то пение, которое он очень любил, в котором он очень активно участвовал и которое было одной из его стихий. Огромное спасибо еще раз Севе, всему нашему хору, издательству «Практика» и всем присутствующим за то, что сегодня произошло и за то, что эта книга вышла в свет. И у меня такое поручение, почетное, Сев тебе, передать икону на память о сегодняшнем вечере, благодарность за твои труды. Спасибо.